Написано, ну тут значит, 68-го, 68-го, да. Молились уже? Да. Царю нет. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняяй сокровища благих, и жизнеподателю. Приди и всели сябны, и очистены, и всякие скверены, и спаси, Боже, души наши. Отец наш небесный, молим тебя, имя Господа нашего Иисуса Христа, пребудь с нами. Благослови это собрание, это наше занятие по Слову Товому Святому Господу. Не дай нам уйти отсюда необремененными знаниями Святого Слова Твоего. И научи нас применить это Слово в жизни нашей, каждый день. Чтобы мы могли донести это Слово для людей, не знающих Твоего Святого имени, Твоей истины. Тебе слава высылаем Отцу и Сыну Святому Духу, ныне, всегда и в веки веков. Аминь. Надюша, ты первый раз с нами остаешься, что с тобой? Ну, бывай, один раз, три года назад, я помню. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 68, 71 стихи. Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовались и познали, что ты, Христос, Сын Бога Живаго. Иисус отвечал ему, не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде, Симонове, Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. Толкование. Петр, имея нежную любовь к нему и к братьям, отвечает за весь лик апостола. Он не сказал, Господи, к кому я пойду, и я познал и уверовал, но к кому пойдем, и прочее. Говорит, что Господь имеет глаголы вечной жизни, потому что слышал, как Он говорил, верующего в Меня я воскрешу, и Он будет иметь жизнь вечную. Ибо они уже приняли истину воскресения и все учение. По всему причину и соблазну были не слова Христовы, но невнимательность, нерадение и неблагодарность слушателей. Ибо сии двенадцать слышали тоже, и однако же не соблазнились, но прибыли верные. Что же Христос? Одобряет ли Петра, как это сделал Он при другом случае, Матфея 16, 17? Никак нет, для того, чтобы не показаться льстящим за то, что Он прибыл с ним. Что же говорит Он Петру? Я избрал вас двенадцать, однако же не все вы достойны сего избрания, но один из вас – дьявол. Это можно понимать двояко. Или потому дьявол, что и теперь все Мое извращает и ничего изомного не принимает. Или потому, что Он оклевещет меня. И не обнаружил Его и не оставил совершенно неизвестным. Первое – сделал для того, чтобы Он, потеряв стыд, не сделал все упорнее. Другое – чтобы Он не без страха совершал отважный поступок и не думал, что Он скроется. От сели мы научаемся и тому, что Бог не делает добрыми принужденно и насильственно. И что избрание Божие не стесняет нашего произвола. И когда Он – зол, не принуждает сделаться добрым. А избрание Божие состоит в том, что Бог предрасполагает нас к добру и дарует нам Свою благодать. Спастись же и поступить достойно избрания или наоборот – это зависит от нашей мысли и воли. Пусть не заблуждается Манихея. Мы злые не от природы. В всем случае в нас постоянно действовало бы злоба. Но вот Иуда не всегда был зол, а был некогда и свят. Значит, зло и рождается, и растет от произвола. Иногда мы слышим – а вот он не избран, а я-то вот избран. Мы вот избранные, а те не избранные. Господь всех на кресте избрал. Вот это замечательная проповедь, замечательные слова Ферфилакта Болгарского, которые говорят о том, что все зависит от нашего произволения. И Иуду тоже Господь избрал в число 12. Но от его произволения произошло совершенно другое – он погиб. Так и каждый из нас, будучи избран, может погибнуть, если наше произволение не будет сообразно с тем, что от нас ожидает Господь. Еще рассуждения, мысли, вопросы. Поели. Иоанна 6, 68, 71. Три стиха. Были прочитаны текст и толкование. Еще раз, простите текст, пожалуйста. Еще раз текст. Симон Петр отвечал ему. Значит, может, это еще предыдущий стих. Ну, давайте тогда. Иоанна 6, 65, 67. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли и в это идти? И вот Симон Петр отвечал ему. Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго. Иисус отвечал им. Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол? Это говорил он о Боевуде Симонове Искариоте. Ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. Но вопрос, может быть, задать наводящий, чтобы было полегче. Говори. Никто ничего не хочет сказать? Все всем понятно? Ну, если понятно, тогда ответьте на вопрос вот мне. А вот эти люди, которые ушли от Христа, они куда пошли? В мир. Скорее всего. Ну, желательно, вместо писания поподробнее. Что такое слово мир в те времена было? Кто сказал? Кому сказал? Когда сказал? И зачем сказал? На четыре вопроса нужно ответить, минимум. Не на один. Если я вопрос задал, это не значит, что нужно сказать да или нет. У нас не игра тут идет. Если все все знают, пожалуйста, я вопрос задал. Мне интересно очень знать. Какая была у них альтернатива, кто понимает слово это, это не наше слово. Альтернатива, значит, выбор. Какой был выбор у этих людей, чтобы уйти и пример на сегодняшнюю жизнь? Подайте, чтобы было все понятно. Вот люди стоят. Все началось с того, что они искали сами Христа. Христос накормил людей два раза. Четыре тысячи и пять тысяч. Я сейчас концовку говорю вот этого шестой главы. Все начиналось с этого. В пятнадцатом стихом они его хотели поставить царем. Какой сейчас? Семьдесят первый стих, они все ушли от него. Вот те, кто его искал, там все. Итак, они его искали поставить царем. Какая была у них альтернатива еще кого-то поставить царем? Такого же или другого кого? Или что? Кого они выбрали за место Христа? Вот о чем я имею в виду. Что такое мир там и так далее? Это вообще не ответ. Это у нас тут, можно сказать, они ушли в мир. Кто-то поймет. А это нет. Это евреи. Они не могли уйти в мир. Или я не прав. Вместо писания сказать, что у них был храм, это не мир. Извините. Итак, я задаю вопрос простой. Вы все знаете, ничего не говорите. Вопросов не задаете. Я задаю. Куда они ушли? Кому? Лена? Кому они ушли? Начинай. Куда пришли, туда и ушли. Откуда пришли, туда и ушли. Да, все это у вас в воображении. Ну вот ты, привлекательность у тебя есть, но воображение никакого. Лидерша не будешь. Следующий. У меня нет привлекательности. Может к Саддукеям? Они же считали Ирода Великого за какого-то... А что, прям с Саддукеем сразу и все? Нет. А к кому еще? К Фарисею. Да, к Фарисею. К Законникам. Ну вот видите, альтернатива начинает набираться. Глядите, вот учитесь. Слава тебе, Господи. Сколько тебе лет? Девятнадцать. Девятнадцать лет. Это уже у нас... Продолжай в том же духе. Молодец. У них была альтернатива. То есть, когда они пришли ко Христу, они думали и о Саддукеях, и о Фарисеях, и о книжниках, которые мудрые были. А что же тогда ко Христу пришли? Мы сейчас говорим о чем? О чем? Мы говорим о вере этих людей. Вот они ушли. Христос сильно заплакал? Нет. Хлеб был. Ну вы отвечать. Ну вы прям, знаете, вам, вас, вас нужно в партизаны, чтобы вас арестовали фашисты, и на допросе. И вы да, нет. Ну, чего... Вы перестаньте так все отвечать. Если начали отвечать, местописание, пример какой-то. Еще пример никто не привел. Местописание уже понятно. Саддукеи, фарисеи, они были плохие по отношению ко Христу. Мы это понимаем. Ну, кто не понимает, помните, как они пришли с Динарием. Это последнее было уже все. Все вместе. И фарисеи, и саддукеи. И решили Христа обмануть. Если скажет так, то народ увидит, кто он такой. При народе, чтобы много было людей. Платить подать или нет? Налоги римлянам платить или нет? Зеленскому будем платить каждую зарплату свою или нет? Покажи Динарии. Ну, и что, кто скажет, что? Христос нашелся, как сказать. Вот, а они хотели его... Да потому что вы подловите. Подловите. Это не один раз. Не потому что, а потому что ели и нацетились. А еще, а еще он и закон тоже, закон, закон ему подсовывали. Закон, вот глядей, закон. Кого будет женой? Семеро имели ее женой. Вот женщину такую взял какую-то, семеро женой. Не женщина, просто стаканов какая-то. Ну, нашли такой пример, да? Нашли по закону. Закон такой есть. И что, и Христос как ответил? Не знаете? Не знаете. Не знаете. Не писание, не силы Божьей. В вечности не женятся, не выходят замуж. Совершенно верно. А приводят как ангелы Бога. Да? И что? И что значит это? Значило что? Ну что, придумали они. Придумали, совершенно правильно. То есть было придумано. Они сами придумали прям такое злобное, это, клевету на Христа. Но Христос был такой. А теперь приведите пример на сегодняшний день от того, что сейчас случилось. Все отошли от Христа. Не хотите ли вы отойти, сказал он апостолу? Куда нам идти, говорит Петр? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Так, я вопрос еще раз задаю. Пример на сегодняшний день. Подсказываю. Игнатий Тихонович сегодня сказал эти слова. Сколько сказал он нас здесь? Всего сорок человек. А сказали много. Пятьдесят. А нас всего... Он сказал слово сорок. Он сказал слово сорок. Он да. Я говорю, что сказал Игнатий Тихонович? Я не говорю, сколько там было или чего. Я говорю, что говорил Игнатий Тихонович? Он говорит, нас всего сорок человек. они могут свободно уйти в патриархальность неправильно не о том, Игорь Таич не о том ну это тоже может быть, конечно но мы не об этом говорим мы говорим, что всего тех, кто исследует Слово Божье 40 человек ну еще братья в интернет-сообществе ну некоторые есть в деревне Потеряевке некоторые, не говорю, что все кто действительно Слово Божье исследует и по Слову Божьему живет главное а не так, что я исследую, а сам просто злобой кипишь аж снег вокруг тает на 500 метров да никто там злобой не кипит да, да, да чувствуется посмотрите там сзади в окно, выглядите там не протаяло это наша община сегодня я пример привожу наша община и община состоит из людей вас привожу, к пример вас вас привожу вы откуда приехали сколько километров до Барнаула по прямой там ну по прямой пускай 50 160 нет, нет, нет из Ливана да, конечно вы из Ливана приехали вы не из Ливана как приехали в этот раз нет, вообще не в этом мы 6-го выехали 8-го приехали нет, там есть такая вы не мерялись? я не мерялись вы не мерялись? нет, нет прямой вес 3 километра вы не замеряли вы не замеряли, да? нет но дело все в том, что я приехал с Колымы сюда с Колымы получилось 5700 километров я хотел посчитать вы дальше? нет, дальше в этот раз дальше намного вам дальше, да? нет, только не по кругу а по прямой дальше, да? сейчас мы спросим ну, не на много, я думаю а ну-ка спроси ну-ка, интересно как город ваш в столице называет? Бейрут Бейрут а сейчас нету прямых рейсов вообще да, понятно мы понимаем ничего себе такое нет, если по кривушке то, конечно, что там говорить ну, вот Виктор Андреевич, он барнаульский долго искал по полям, да? наверное, дольше, чем мы с вами летели он искал столько потому что он искал он жаждал Виктор Андреевич Виктор Андреевич, расскажите как вы искали нет, по автомобилям да говори прямо по автомобилям да не зачем по прямой просто я читаю ну мы же духом святым мерям они там и блины ну да, ей сказать Виктор по дорогам 5800 а по прямой по карте 4337 ну-ка до Магадана замерь хотя я дальше ну ладно кто сейчас победил четыре с половиной будем считать четыре с половиной я сейчас побежу расстояние Магадан-Барнаул по прямой 3990 вот так снимаю шляпу снимаю шляпу но я это по дорогам я не в Магадане я по дорогам 7000 потому что дорог нету да, дорог нету там дорог нету я с острова вылетал ну так с женой жена потом тоже пролетела жена на грузовом самолете прилетела я хоть если на грузовом тряслась Виктор Андреевич расскажите как вы искали как вы нашли искали я узнал о том что будет крещение а как узнали от Валентины Павловны дорогой пресс-напамят Конева Валентина Павловна моя соседка она крестка моих обоих детей соседка и Насте и Никиты и первая была Настя мы от нее узнали что будет крещение я она сказала что на озере ну я по нынности своей думаю что это московская патриархия и значит звоню в Покровский храм говорю вот на озере потеряем в Теряновском озере будет крещение что какие там там это раскольники какое там крещение ну еще раз уточнил у Валентины Павловны и поехали мы в одно из воскресений не рассказала кто да из воскресений значит поехали вместе с однокурсницей однокурсницей моей жены и ее сыном вот мы с супругом поехали на машине искать это место где будет крещение а он кстати из ближайшего как же там это рядом Корчино Подщепное нет Корчино там еще какой-то Ребреха нет нет в общем там где-то рядом нет нет одним словом он там близко был тоже у Рыбки у Рыбки ну наверное оттуда да в 8 километрах да и вот мы значит с ним поехали проехали вот мимо этой станции и поехали дальше там и по полям поехали ехали ездили ездили в общем никак не могли найти долго время да там сложно очень долго мы искали кое-как приехали приехали там остров еще тогда был от этой конюшни и за этой конюшней там значит мы немножечко поодаль остановились и увидели лагерь палатки люди никого не было практически там кто-то один или два человека были они тут читали священное писание а тогда как раз они ушли в лес отец на ум повел то есть была литургия там в лесу скажите год чтобы мы понимали 91 нет это был 90 то есть еще до советской 90 это еще те времена когда деревни нет Витера Андреевич у нас самый старейший а нет Надежда Васильевна я была была Валентина еще ее там не было в этот момент я не помню ее там вот значит мы остановились там разбили свой лагерек и стали завтракать то есть ждать когда они вернутся нам сказали что они вернутся вот они ушли туда но они то возвратились и я стал подошел значит к Валентине Павловне она говорит ну вот надо говорить Согнать Тихоновичу Согнать ничем поговорил и тут она стала нам так сказать пособничать просить за нас но поскольку Валентина Павловна просила за нас то Валентина Тихонович расположился и начали готовить готовиться к тому чтобы совершить это отпрещение она же бывшая баптистка по-моему или 50-ница бывшая баптистка и вот мы значит вышли за стан за лагерь а тут подъехали еще на мотоцикле наверное вот с этой станции скорчено а с подстепного да с подстепного на мотоцикле одна баба так в штанах и рубашка у нее на попу завязанная узлом вот ну и на технике сразу какое тут крещение все понятно было то есть нас оставили значит оставили Игоря и вы не были подпоясаны конечно конечно нет но вы сразу подпоясались да конечно вот как надо принимать сразу подпоясаться это поиск все еще идет и вот мы значит пошли на озеро еще да не озеро не здесь не сейчас крест это там оно сейчас уже пересохло практически там болотце осталось и вот на этом озере крещение было после крещения отец наум нам говорил что ну все надо теперь искать новых друзей новые знакомства и все должно быть новое вот в следующее воскресенье надо будет прийти уже в храм и уже там начали исповедоваться и причащаться в храме с дочерью вот и он предложил исповедь исповедь мне и вот этой не жене о матери крещаемого Игоря ну не знаю как она исповедовалась но я до сих пор со стыдом вспоминаю эту исповедь то есть я такой был красивый такой хороший такой пушистый пушистый да что святые только сразу записывают меня какой покой новости самое последнее пока говорили они уже привозят вывозят нам городить нечем я сейчас пошел нам еще не сказали я говорю вот тебе на так и второй вопрос один человек грузин вахтанг в Иерландии заказал мой трехтовник и достать мне хорошую библию я пошел а у них вот я лавка метрополище четыре библии две от Алексея а два как бы от Кирилла полная и вот я хочу подарить так разрешите вам но я в руки а он вам подаст как хозяин благодарим спасибо она не открыл она еще спасибо посмотрите все да мне задают 77 книг все отдайте сигнал чтобы они посолили они сейчас могут ко мне заехать надо будет там дежурить да я сяду маленько что-то хорошее передохну мяливая да и вылет все ну один стрих еще только скажу что жена когда все это увидела услышала она говорит как бы сюда приехать вот здесь пожить бы в этой обстановке то есть проснулась ее душа проснулась ее душа однако через короткое время когда мы пришли уже в следующее воскресенье к родителям и там все это переварилось все там противление началось на многие годы так что так ребята вот эти машины стоят здесь желательно вывезти их в сторонку маленько потому что сейчас будут завозить они могут завалить вам не выехать тогда но я машину на улицу поставить там где-то потому что они могут сейчас заехать я пойду сейчас ими руководить они уже сами заводить машина одна заведенная так Виктор Андреевич я пошел ну давай поблагодарю Господа им все дайте мне пожалуйста машины надо вывезти все не ну вы занимайтесь Виктор Андреевич здесь куда-нибудь вывезти поставить в сторонку подальше он развалится а со мной вы еще встретитесь да ну горадится не будем сейчас горадить я же не навсегда ухожу тут еще можно посмотреть такие всякие полки подожди так Пиктор Андреевич пойдем я вам передам все что вы там не сказали так коротко поблагодарим Бога и занятия идут и натягиваются пускай занимаются началось занятие вы что занимайтесь занимайтесь у меня люди что ну я не знал я думаю уже конец что-то он уже третье занятие пропускает болеет по уважительной причине да он же сказался на этой неделе так есть еще вопросы какое-то дополнение к тому что мы услышали к тому что вы рассказали дальше тогда седьмая глава евангелия от Иоанна с первого по пятой стихи после сего ибо никто ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным если ты творишь такие дела то яви себя миру ибо и братья его не веровали в него все все до слова понятно или еще раз прочитай еще раз читай прочитай еще раз после сего Иисус ходил по Галилее ибо по Иудее не хотел ходить почему потому что Иудеи искали убить его приближался праздник Иудейский поставление кущи кто что такое что за праздник вспоминаем поставление кущей там евреи кого-то там я не помню убили 90 тысяч в раз какое-то такое событие было такая война но я точно не расскажу где это что-то запомнило одновременно было убито 90 тысяч праздник кущей да победа какая-то была у них и они с тех пор празднуют это я тоже не знаю они прочитали в законе что должен быть кущей праздник этот и возобновили его заново там об этом событие идет как раз если назовите описываться чтобы на какой-то праздник все именно кущи сооружали в них находились эти дни праздник урожая 23 году так суккот праздник кущей один из основных танахических праздников еврейского народа и один из трех паломнических праздников начинается 15 числа месяца Тишрей и продолжается 7 дней в это время по традиции совершают трапезы вне дома в сукке в кущей значит да в память о блуждании евреев по Синайской пустыне понятно вот праздник кущей как он как типа шалаша так значит приближался праздник иудейский поставление кущей тогда братья его сказали ему выйди отсюда и пойди в иудею чтоб и ученики твои видели дела которые ты делаешь какие братья тогда братья его сказали ему выйди отсюда и пойди в иудею чтоб и ученики твои видели дела которые ты делаешь дети Иосифа ибо ну конечно ибо никто не делает ничего либо то втальне и ищет сам быть известным если ты творишь такие дела то яви себя миру ибо и братья его не веровали в него то есть правильная надежда посильно сказала что это братья дети иосифа иисус толкование иисус удалялся от убийц иудеев не потому что будто боится смерти ибо ему можно было и посреди их ходить и не потерпеть ничего потому что если бы он всегда так поступал то не поверили бы что он был человек через большой буквы но почти ли но пошли вы за призрак мы помним что когда они хотели его свергнуть вниз со скалы то он прошел между ними как ни в чем не бывало не время было и да и это ему было вполне возможно посему теперь теперь он удаляется и таким образом подтверждает и удостоверяет что он человек написано с большой буквы он большой буквы человек он с большой буквы и поражает все и поражает всех которые говорят что он воплотился призрачно как-то манеса маркису маркиона василида и подобных он всех поражает в других же случаях когда он находится среди убийц злоумышляющих на него и остается невредим он показывает что он бог и постижает павла самосадского и всех уверяет что он был не просто человек но и бог теперь он уходит галилею что такой павел самосадский теперь он уходит галилею так как не наступило еще время страдать но напрасно и излишне было обращаться ему среди врагов своих и тем подавать повод к усилению их злобы было говорит поставление кущей о праздниках совершаемых иудеями нужно заметить следующее их было три один праздник пасхи который они совершали в память выхода из египта другому писах выход а он у них был первый главный исход 12 исход да другой праздник пятидесятница которую они совершали в память избавления от бедствий пустыни и вступление в землю обетованную тогда они в первый раз вкусили хлебных плодов потому что и в праздник сей приносили колоссия как начатки третий праздник поставление кущей который они совершали благодарность за собрание плодов по римскому счету в сентябре месяце тогда они благодарили господа за то что собрали все плоды почему и устроились и не или палатки и веселились как бы живя на поле старайтесь смотрите как бумажку положите бумагу не трогать потовые железа потом желтеет все и пропадают павла павел самосадский павел самосадский епископ антиохийский в 2060 году то есть третьем веке жил в антиохии был епископом был осужден за ересь проповедовал монархианство за это был осужден и низложен со своей должности ну вот он значит вы уже прочитали что он как раз низложил отрицал божественную сущность христа и развлечения лица царь сына и святого духа то есть ну против троицы манес марки он василит и вот павел самосадский всех он изложил так ну про разобрали три праздника интересно что все праздники кроме разве что кущи в нашем современном православии празднуется и пятидесятница и первый праздник пасхи глав главный понятно тогда они благодарили господа за то что собрали все плоды почему и устроились киний и палатки веселились как бы жили на поле некоторые говорят что и некоторые салмы давыдовы 80 и 83 имеющие надпись а точил а точилях составлены давидом именно на сей праздник тогда они на пол наполняли свои виноградные тиски собирая виноград и благодаря за он и употребляли эти псалмы и другие служащие выражением благодарности например псалом 8 ибо и в нем пророк упоминает о благах дарованных человеку богом праздники сии имели и другое значение пасха означало наш переход от неверия к вере пятидесятница вступление в церковь как бы в иную землю обетованную в которой мы также вкушаем хлеб причащаясь божественных тайн мы не тотчас вкушаем хлеба как уверуем и перейдем от неверия но должны прежде креститься и удостоиться стояния в церкви вместе с воскрещенными и тогда уже причаститься хлеба с большой буквы хлеба поставление кущей означало воскресенье когда соберутся все плоды наших дел и хижины наши тела разрушенные смертью снова восстанут вот так братья его как бы так говорят говорят мы не в добрую сторону понимаем поведение твое ибо если ты творишь такие дела как добрые то яви себя если же ты скрываешься очевидно скрываешься потому что делаешь худое для чего евангелист из пятимесячной деятельности ни о чем другом не рассказал кроме чудо над хлебами и беседы господа к насыщенным но неблагодарным и отпустив прочее сказал приближался праздник иудейский поставление кущей а что он умолчал о делах совершать совершенных в течение пяти месяцев видно из следующего когда иисус совершал чудо совершил чудо над хлебами тогда была пасха которая совершалась в месяце называемым у римлян мартом а иудеев первым месяцем теперь же поставление кущей которые совершаются по нашему в сентябре почему же евангелист так поступил потому что говорить обо всем по порядку было невозможно и иначе евангелисты старались говорить о том что из-за чего со стороны иудеев выходило какое-либо порицание или противоречие любовь их к истине достойно удивление они не стыдятся говорить о том что по-видимому навлекает на учителя их некоторое бесславие так и сей евангелист опустив многие чудеса и речи господа повествует о неверии братьев и о том что они порицали его откуда же в них такое неверие от произвола и зависти после распятия и мнимого бесславия свидетельствует за него став апостолами воскресе и хочет не заходить а сразу домой сейчас хочет я по пути увести на вокзал мы зачитаем уже это толкование осталось тут совсем немного так и сей евангелист опустив многие чудеса и речи господа повествуют о неверии братьев и о том что они порицали его откуда же в них такое неверие от произвола и зависти после распятия и мнимого бесславия свидетельствует за него став апостолами проповедниками и архиереями то есть они уже после распятия стали кто его апостолами практически которые стали апостолами проповедниками и архиереями даже но апостолами прежде всего значит они не принят непререкаемо увидели его воскресшим ибо если бы они не получили твердой уверенности а его воскресенье они не не по не предали бы себя на смерть ради его что дальше продолжаем или закончили так рассуждение какие то есть поэтому отрывку очень такое пространное толкование филакта болгарского на эти стихи с 1 по 5 стих главы седьмой я евангелие от иоанна наверное это пространное толкование и на стол не удовлетворить как-то можно мне вот высказаться конечно вот на после службы тоже читаем 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 на занятиях читаем читаем неинтересно вот это да да вот вот у сектантов посмотришь вот вот он едет в электричке он такие какие то вопросы задает не готовитесь вы к занятиям вот читаем и читаем монотонно просто и игорь тоже не знаю как-то как-то надо ну-ка перестроить сказать неплохо это не сказать ничего вы скажете тогда как хорошо сделать предложить 3 на на странице почитали его то читаем и читаем уже не слушает ну так это плохо что не слушается слово святое во первых как может она надо есть я я удивляюсь я удивляюсь валентина ты все сказала да если все сказал теперь слушай да меня удивляет что слово божие которое мы читаем оно тебя утомляет толкование святого филакта болгарского которое я читаю я стараюсь читать не монотонно это может подтвердить здесь все всякие слушающие сейчас оно не монотонное во первых во вторых это не я говорю это говорит филак болгарский это говорит я затоуст и как она может быть не не усваиваться это это уже себе задать вопрос почему они усваиваются почему она становится монотонными слышится ничего и почему у тебя не возникают вопросы конкретные они просто отвергать это плохо и и все давайте по другому предлагаю по другому конкретно твердую пищу валентина просит молоко и перемолоть скажите мне забыла вот бактистский проповедник который умер игнати его все если я вместе вот там просто вот летишь на облаках вот я ничего не понимаю а там все понимаю а там все понимаю он заставляет просто вот игнати тихонович я уже скучаю что три вот раза приезжая его нету без него вообще на батюшку приезжаете нет я на батюшку не приезжаю когда деньги есть без него прямо тоже без тихоновича тоже скучно так слушаем вопрос сколько комментарий я не считаю что как вы сказали блаженный феофилакт ушел здесь пространное размышление потому что он приводит здесь обычаи евреев которые остались еще со времен танаха то есть пятикнижие и пророков и как уже упоминала тетя надя о том что два из трех праздника у нас остались в нашей православной церкви поэтому также 3 размышляет над ним как его можно понять с нашей точки зрения после нового завета и не событий произошедших мне теперь понятно молодец о чем мы говорили это время и я читал не три страницы я прочитал всего 200 раньше вы интереснее вели занятия солнце по-другому светила и страна влазили снег белее нету горение у нас что-то потухло все разжигайте разжигайте старайтесь разжигайте ну вот стараюсь ну плохо старались я тоже стараюсь а лучше молись молись чтобы горела в нас да правильно уже уж куда лучше война должны о боге только все стараться как-то больше людей вот кто к нам пойдет если мы вот так будем сидеть молчать так я говорю или я молчу все таки валентина все вот я предлагаю помолчать тебе сейчас будем слушать слово божие и как и на тихомич пришел валентина скучает по вас по вашему присутствию не интересно занятия идут после занятия не интересные валентина нас раскритиковала говорит что монотонно все плохо не готовимся нет горения скучает по вашему участию бывало так что даже ассистой заговорила и какая польза пришла она спасла его а у ассиста ты какая у нее язык не может так повернуться пацану ты меня бьешь уже не первый раз а почему ты не идешь даже не задумался она не говорила никогда посылал счет у меня лучше что сопливая однако прислушался и все и вошло в историю мало того у нее тянет а там прописан и не видит и ангел стоит мечом ангел видит ослится человек не видит мы судим по внешнему вот у нас такое было которое хотела тут в это время не было тебя а когда по твоему характеру человек такой тихий спокойно мне это не понравилось понимаешь как вот мы иногда в ком-то видим себя у тебя ехал потерявку однажды и сидит юноша моего роста примерно с меня как когда я обратился окажется или не обратился еще богу я чуть не возненавидел его вот смотрю во всем на меня похожи такой во всем и такая аккуратность у него садится за стол но не перекрестился там в поезде и все это крошки смел как будто бы тебя сижу моя тень я на него смотрю и думаю вот это да я разговаривать с ним даже не захотел мне сегодня говорят столько уже там и беды это человек надел обещал они как рустик вижу и вы как человек ко мне а сзади крылья как у ангела на меня вот тебя на они там все попало говорят а может быть нам просто сейчас ты не успеваешь обдумать то что я сказал тебе на неделю хватит думать а ты сразу раз в ответ это дырявая решета все провалилась ничего нету а ты каждое слово это это время три раза сходил туда мне это нет не положено температуру менять он знает они это нам не сказали еще там гнили одно но если доски в минушке это звук носок одну можно сделать там загородить надо миша там на дежурстве стоит игорь машину поставил поехал гости димитрий отправили а я умом весь там не с вами так что люби и жалуй читаем буду молиться чтобы дольше жили лучше не надо андреевич меня когда смотрят я думаю лучшего врача нет наверное десятки раз переспросит надавит больно не больно это судьба человека шолохов пишет когда они оказались в храме пленная ну и он ползет и у кого что болит врач один говорит я могу руку по шевелить нельзя прямо никак вот так посмотрел так ну-ка держи скрепче это хорошего к карбану а тот горько заругался ты фашиста каян и тут руку тронуть нельзя так она выкрут я тебя поставил на место на место правда шевелиться автор опять-то я тебе прямо понимаешь не все сразу где только я могу сказать о предыдущие занятия в прошлое воскресенье понравилось все присутствующие говорили как хорошие занятия активно в том же составе было валентина а сегодня что-то потухли перед тобою да и так евангелие это она 7 7 глава 6 8 стихи на это иисус сказал им мое время еще не настало а для вас всегда время вас мир не может ненавидеть а меня ненавидит потому что я свидетельствую о нем что дела его злым причина почему христа ненавидит он свидетельствует им вот следователь когда допрашивал зои крахманникову и говорю чего не хватает храма открытые молились у меня бабушка ходит и никто не трогает а вам все не так и патриарх не так там и кгб не так а вот я с вами мучили тут составляю куда вас теперь а их из москвы через барнаула калмы и камеры становились 193 а потому что у нее писатель феликс а этот директор то и говорит а у меня сидит по этой статье да вы что а за что он сказал архипелаг гулав там другой насчитал надо же я не думал что тут сибири такие люди думают а там все они за всех заступались и искали средства как помочь ясно дело что власть насторожие было когда суд шел а тут первый секретарь райкома партии был один вот сейчас я бы не знаю бордолин как-то его фамилия такая он не получилось у него как он хотел то осудясь на спрашивает так такое то такое то он первый секретарь и кома партии вот у вас а он против меня так у вас какие отношения с лапкиным хуже некуда а как вы познакомились с ним она вы спрашивает а судья ваша честь а я ни одного судья не назвал ваша честь я знаю что не бесчестная ваша честь тут конкрет был антеллигенции со всей страны были там даже лауреат нобелевской премии жаря залезла алферов был и все выступают и вдруг вот этому человеку дают слово я гляжу выходит в этом задрипанном пизжачке своем в валенках я думаю он то зачем а судья сезон ваша честь но вот он заговорил я прошептал златоуст его надо меня топить вам все забил забыл у меня педите все это отображено а судя так и слушай нам потом опомнился когда вышел вышел я бы сейчас отдал так по стенке размазал я вы за что власти прием вас вот так выжим все я вы не придете все кончилось ну и я садила еще пытались голосовать за них вот ты услышала и скажи а вот как вот свою крахмарику она уже собственная была и она писала где спрятать искать будут под полом я посмотрела какие половины все никак нельзя где где они не будут искать она нашла водопроводную трубу сверху и там как-то заботала целопадным и спрятала там где вода течет но не все осталось и когда пришло время освобождаться она только руку протянулась и материалы я сижу переплетая в это время радио говорит я слышу мой материал голос америки передаем потом раз одно слово которое я не потребляю а надежда васильна сразу сообразила это твой передают маленько погодя еще я так насторожился на кто же так может говорить как я мой стиль а потом в конце говорят зоя александровна крахманникова кандидат пилосинских наук в академии там она работает все я засобирался и уже наверно в обед уже выехал к ней какие были встречи там писатели и другие описано все как бог все это делает тут никогда не придумаешь ну батюшка как-то выступал это хорошо что брата мы его посадили а все помолиться негде было помнишь вроде шутки если бы я не освободился суда не было а то решение суда за это ну если сейчас несколько миллионов могу взять не считаю другого центральный район тут самое красивейшее место вот рядом сухое место вода глубоко строить будут снесут и вам скажут вот езжай в эту конуру квартирку в эту и все и все ваши миллионы вот когда приехали комиссурала трое смирнягин этот володя пищников кажется его 2 володя 2 володи ну кто-то занимается сидит все а я так приглядываюсь какие сказать один то ремонтирует машина хорошо а другой там что-то и как-то а этот он один на сторонке стоит вижу нет я считаю что он останется у меня я самого себя забуду его первое место буду ставить это никогда не никакого опыта не хватит вообще бог господь делает вот когда мне операцию это делали позвоночник ты и в это время они добивались и чтобы бороду сбрил в рот толкает как вот ну мне кажется такой как вот репленый шланг из когда стирает машинка я буду обойдется как-нибудь но они стали настаивать фамилия 1 помню если не может неправильно делягин а второй там кажется дрей дмитрий 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 да как поможет его к вот дмитрий линейчи до должен к должен к и вот они меня рот оттолкнули там я вас уснула а когда очнулся уже на кровати лежу в реанимации и И вот первое, что, мысль была у меня, это позвоночник. И они сказали, у вас необычный, там канал двойной, у меня в один канал все идет. И они боялись, чтобы порезали, может, что-то. Отрезали-то, пластинка раздавлена, межпозвоночная грыжа-то была где-то. Я давай наизусть читать, там, псалмы. Говорят, память сильно отшибает. Наверное, так и есть оно. Но я прочитал псалмы, давай, Евангелие Теана на память, читаю. Помню все. А они вдруг появились, и меня за ногу щеплют. И вы чувствуете, вижу, что они довольны, что я чувствую боль. Открыл глаза, шире-то, гляжу, губернатор края. А как раз военная была, военная, говорю, Германия была тут. И он пришел как раз, а можно подумать было, что ко мне пришел. Но уже с ним я встречался. Я распрощался, когда вот так попрещу его. И говорю, Александр Александрович, бросайте курить. Сколько у вас отнимут? И когда его этот Евдокимов-то попросил, Ну, а его отправили послом в Белоруссию. Вот все как-то так вот сделано, что он. Вот сейчас я об этом сказал в Мажаре Илье молиться. Оказалось, в Белоруссии он. А теперь у меня вот эта грамота эта от Лукашенко. Теперь переслали туда, чтобы я адвокат взял, посмотрел, кто ходатайствует. Вот как годами все это Бог накапливает. Вот сам бы себе сказал. Нарисуй, какой ты хочешь, чтобы на завтрашний день был. Не знаю восклицательный знак. И не прошу ничего. Потому что все равно обманут. Там сейчас заходят. Я уже три раза был, уже неохота идти. Они не могут машину завести. Экскаватор. Большая приехала, огромная машина. Грузить-то надо экскаватором. А он на экскаватор не заводится. И они оба говорят, нам не сказали, куда везти. Ну, не сказали я-то. Вчера вечером они мне говорили. Уже после службы. Надо позвонить этому мужику. Мужику-то позвонить надо. Сегодня ночью не работают. Это погон экскаватор. Он что-то бахал, бахал. Мне Костя говорил, что нужно позвонить. Он мне давал телефон этого человека, который как бы посредник. Бригадир. Позвони. Ну вот надо Косте сказать, что он позвонил ему этому мужику-то. Надо позвонить узнать. Вчера вы обещали нам даже загородить свои сами. Я звонил ему, разговаривал с ним. Но это было давно уже. Слушай, а ты или бы гнильё? Костя ещё предлагал вызвать эту кадастровую или как-то там службу-то эту. Надо там из той стороны дом загородить уже. На каком расстоянии этот забор делал. Там засыпная стенка. Надо её огромное... Игнать Тихоныч, вопрос можно? Вот сейчас читали о праздниках еврейских. Пасха, Пятидесятницы и Кущи. Вот Валентина сказала, что... Не поняла, сложно всё было рассказано. Вот про праздник Кущи скажите. Что вы знаете? Я всё равно говорю, скажи, что ей надо? Спрашивают про праздник Кущи. Не пойму. Спрашивают про праздник Кущи. Кущи. Было только что в Писании указано. Да. И может ли он быть как-то в христианстве? Когда мы здесь его предстояли, чтобы на крыше началась шалаш. Но в толковании. Всё это подражание только. Это нельзя создать. Но всё-таки я на улице. И когда по пустынейши на улице были. И они к этому как-то расположены были. Вот почему стараются музеи сделать. Вот возьмите Кёнигсберг, когда захватили. А сейчас там весь город из музеев. И вот, когда первый раз смотришь, тебе кажется, там солдат. А то его сделали. Восковая фигура. Он как размахнулся, бросает. И всё. Танк стоит. И будто бы из танка выскакивает человек. Ох и здорово это. А можно его как-то на наше Писание? А как? На наше время. Ну да, на наше время его как-то. На христианство. На христианство. На наше время какое. Иван Купавлов. Ничего нету. Обливают друг друга. А почему обливают друга? Потому что всё равно люди непогружённые. Да хоть так. А троица. Вот так вот едет. Велосипедист. А ребятишки в салфановый мешок наберут и кидают. И кидают с этажа. И на него, видимо, бросили. Он как-то мигнул. И под машину мотоциклист погиб. Я иду однажды на них кидают. Я запомнил какой этаж. Обошёл вокруг с собакой. Пятый этаж. Поднялся. Позвонил. Они открывают. Он сразу закрывает. Я говорю с собакой. Стой. Кто это делал? Их-то трое. Арестованы все. Выходите. Я их повёл дальше. Дальше разобрался. Они, наверное, забыли, где его квартира обратно. Я обязательно буду говорить. Вот те годы. Сколько архиереев было? 76. 76 писем я писал архиереям. Крещение неправильное. Архиереям Советского Союза. Секретарям партии. Горком партии меня сколько раз вызывало. Это вы сами писали? А один архиерей в Архипаломе, этот, Ташкентский. Ему мой брат написал, как крещение идёт. Он говорит, а то он сам писал. Я говорю, да там же. Он, говорит, написал. Пусть, говорит, приезжает. Я вот сейчас поставлю священники. И мне три места хотели куда поставить. Я говорю, нет. Никак. С кадилом ходил. Паки-паки. Что такое? Продолжаем? Десятница. Давай. Десятница. Читаем дальше. Меня ненавидят потому, что я свидетельствую в нём, что дела его злы. Вот так. Вы пойдёте на праздник сей. А я ещё не пойду на сей праздник, потому что моё время ещё не исполнилось. Вот так. Чтобы так сказать, смертному человеку это уже надо стоять рядом и чувствовать. Вот-вот. Вот у меня две недели-то я карабкаюсь вот так вот. На границе вот-вот? Да. Я уже моё время настало уйти. И думаю. Особенно, когда с зубами. Ещё буду ремонтировать зубы, когда всё равно уходить. А там какая разница каких зубов. Там новенькие дадут. Высший соматолог. Вернёт на начальное. Ну, может, Новый год переживёте, и там всё по-другому будет. Я вот целый год болею и жду Нового года. Думаю, может быть, что-то... Это верующая, глубоко верующая сестра. В Новый год. На Новолетие она обновится. Ай, жду просто. Ты бы уже сказала после Рождества, тогда другой вопрос. Сколько вкладывать энергии? А то... Новый год. Ну и что это такое Новый год? Новолетие у нас... Ну, когда? 14 сентября Новолетие. Так, вопрос. Кто с Польгом Николаевым побеседует? Ну, там, не знаю. Надо два человека. Возьмите два человека. Игорь Тихоевич. Игорь Тихоевич. И скажите. Я знаю, с какого момента он... Жена сказала, чтобы не снимали. Он тоже подцепился к этому. А я документы всё представил. Никто не имеет права запрещать. Вот он так вёл интересное занятие. Вот он вёл занятие очень интересно. Кто? Польгуев. Говорит, Польгуев раньше вёл занятие интересно. С ним очень было интересно вот слушать это всё, да. Ну, тут понимаешь, как это в человеке. Если день и ночь об этом они говорят, а будет говорить, если жена против... Вот я знаю, у нас в Потеряевке... Вот сколько моментов было. Ни одной нет жены, которая на мужу положительно повлияла. Она нормальная. Он не ходит, а она ходит. В конце концов, он её перекипит. Ну, а сейчас он как в другой стал уже. Притом, это не в одном месте. Не оба ни в одном. И человек расположен был, всё проходит какое-то время, он сгнивает, ничего нету. Ну, полностью изоржавленное железо. Почему? Он бы сразу у корот ута дал, а он слушал, рот развивал и ухо склонял. Нет, он как заболевает... Она ему что-то доказала, ничего не доказала. Я могу перечислить сейчас людей, которые у меня были близкие, ушли, и всё, и зажжён. Она ставит прямо условия ему. Если ты знаешь, что по-хорошему... И всё. Это не годится так. Конечно, по большому счёту считать, он всё равно не спасён был. У него от себя не отвергся. Даже она, наверное, не имеет права ущить. А ущить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии... Вот и всё. Больше ничего не надо. А не то, что он там был муж молчаливый, или как-то он сказал, всё. Ни одного письма не отсылай, пока он не напишет аминь в конце. Хорошее дело делаешь, не скрывай от него. Благословит он тебя. И дети, чтобы научились подходить тетя, либо папа, благослови. Авторитет мужа ты должна день и ночь устанавливать. Вот у японки так. Ей главное выйти замуж, а вся остальная жизнь поднять авторитет мужа. А у нас наоборот. Говорит, несёт её на руках уже на второй этаж, а на пятом... Она говорит, Ваня, мы уже расписались, можно на шею перерезать сразу? Вот всё. Отец у меня говорил, не бери. Жену на руки, она на шею сама залезет. Толкование. Братья, завидуя Господу, обвиняют его в боязни и тщеславии. Не настало ещё моё время, то есть время страданий и смерти. А для вас всегда время. Вы, говорит, хотя всегда пребудете с иудеями, они не умертвят вас, как имеющих одинаковые с ними стремления. А меня, как увидят, что пришёл на праздник, тотчас решатся убить. И мир, то есть заботящийся о мирском, не может ненавидеть вас, как одинаковых с собою. А меня, большой буквы, а меня ненавидит, потому что я обличаю дела их. Вот обличаю. Сидел бы, молился, всё, что тебе надо-то ещё? А вот когда ты говоришь, дальше точно, по месту, вот тут вот, вот у меня были кандидаты, нам не было задействовано, 12 кандидатов на Украине, в разных городах. И вот не было ничего здесь. А я узнал, Антонова фамилия, где, и когда освободили, я пошёл туда всех, нашёл. Я говорю, вы говорили, нету, раскулачивали, это 12 миллионов лучших труженьков погубили. Как не было? Было. Так вы же доказали, что не было. Нас заставили. Как заставили? Взяли перо и написали. Вы деньги получили за это, по 240 рублей. Я когда закрывал, там видно, когда. Им нужно было прослушать, ну, допустим, 320 часов плёнка, плёнок. Это, как, ну, книгу пролисать можно, там, в глазах быть, а послушать ты никак не можешь. Ты на другое место кинул, а в это время как раз говорили, то, что там нужно. Плёнку нельзя слушать, а их вдвое, на двое суток отложили они, даже не спали бы, 48, и то вы не могли даже половину прослушать. Это обман, я на суде говорю. Вот когда выведут, там вот, 3-5 этажа, а 5 этаж, крыша плоская, а потом, на горку, как стены, и сверху, такая арматура тяжёлая, и там решётки, и там часовой ходит, смотрит, как гулять выглядит. Ну, и там, один такой, ну, ладно, не стучите, мужики, ну, я знаю, вам охота обратно, холодно, а никто ничего не говорит. Сейчас подойду, вроде бы люди просят, и он ко мне так же подходит. Я говорю, а почему меня решили сейчас? Как почему? Время кончено, я говорю, 47 минут прошло. А как вы узнали? Я говорю, я зашёл, посмотрел, солнце где падает, я говорю, там палочка поставил, тень сколько отклонилась, а они так, вот такие глаза сделали, а я шагаю, и я знаю, сколько прохожу за час. И вот 47 минут так и прошло. Ах, как они там это, да у всех уже отправили, вас одного надо, я говорю, если нет, пишите рапорт, не будете со мной ходить, я подтвердил. Нет, вы сегодня зайдите пораньше, а вот там, где вы в прошлый раз были, я наклонюсь, если вы на купол храма, мы туда вас посадим, чтобы храм увидели-то. Ну, давайте, тогда пойду. На купол сдался. Я, знаешь, я туда глянул, а там Надежда Васильевна где-то сидит. На купол. О, на купол снял, давай махать. Давай. Это не хочется пока. Ибо обличение весьма смелое, всегда порождает ненависть. Угу, да, да. Если смело будешь обличать, то, значит, имей ненависть к себе. Быстро убегать. Итак, братьев посылает на праздник, показывая, что не принуждает оставаться с ним, если не хотят. На двоякое обвинение, возносимое на него в боязни и славославолюбии, делает и двоякое оправдание. Против обвинения в боязни говорит, что я обличаю дела мира, то есть тех, кои заботятся о мирском. А я не обличал бы, если бы был боязлив, как вы думаете. Вопреки обвинению в славолюбии, не принуждает их оставаться при себе. А если бы он имел, а если бы он был виновен в славолюбии, не отослал бы их. ибо славолюбие и горделивые стараются напротив иметь многих последователей. Две вины приписывали ему, естественно, два оправдания и противоставил он, показывая, что мнение их слабо. Слова «мир, время еще, мое время еще не исполнилось» означают, что еще не время быть распятым и умереть. Мне нужно еще жить воплотить и сотворить больше чудес и высказать больше учения для того, чтобы больше народа приготовить к вере и учеников более утверждать через явления больших чудес и через учения. Ну вот, мы прочитали. Мисс Украине пишет, получил все, говорит, ну, посмотрите на меня, у вас крест, крест в бороде. И присылка на фотографию, правда, я стою, вот так говорю, у меня вот так вот крест, прям нормальный, такой большой крест, а чего там, я не знаю, то ли волосы так сложились, то ли показалось так, но реально, в бороде крест. Ну, где-то некоторые обращают внимание на все это. Лишь бы не привязываясь к этой бороде, потому что есть люди, были люди, которые у нас, в нашей общине, которые пытались подражать вам, сапоги носить, например, и давно уже ушли мимо. В этих сапогах. Вот этот один там видел, лежал, я вам в Лущенко, Вячеслав, а его отец Никодим он стал. Загорелись лампочки, Советский Союз. И показана гора, которую ему надо наполовину срезать, довезти пчел и продавать японскому императору. Вот это-то, на этом как раз и. Он начал, ничего не получается, ему видение, пока Игнатий не будет с собой, у вас ничего не получится. Игнатий сухари суши, скоро за тобой придут. Ну, и так и было, какой-то шел монах к ему и повесился-то, или повесили на свине. Священник Светков Владимир был. Поговорили, я говорю, езжай-ка к нему, разузнай, что у него там делается-то. Ну, он поехал. И, главное, Горбачев, это технику прислали, огромные вертолеты, затащили туда на сопки трактора, бульдозеры, все сделали как надо, а дело не идет, а у них духовника не было. А потом перешел в Богородичный центр, все потерял. Надо поскромнее, пускай на гнилая отпилил. Наверное, последние стихи прочитаем, 9-10 стихи, короткое толкование. Иоанна 7, глава 9-10 стихи. Сие сказал им, остался в галилее. Сие сказал им, остался в галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник. Не явно, а как бы тайно. Все-таки он был на празднике. Вначале он, толкование, вначале он отказывался идти, потому что иудеи пылали яростью. А потом отправляется к окончанию праздника, когда, естественно, и ярость их ослабела. Ибо он зашел на праздник, ибо он зашел не праздновать, но учить. И не с пышностью, как обыкновенно делают панигиристы. Но тайно. Панигиристы кто такие? Панигирик кто такой? Это панигири, это вот... Нет, панигирик это хваление, восхваление. Ты что мне хвалишь? Ты что читаешь мне панигирик? Панигиристы, те, которые... Ну как бы... Сами себя прославляют? Нет, не себя, а вот тебя, например. Может и себя, панигиристы. Укрывается он для того, чтобы подтвердить свое человечество. Человечество с большой буквы. Ибо если бы он явился, они возъярились бы на него с намерением убить его. Он же не допустил бы им это сделать, так как не наступило еще время страдания. Но будучи среди их, берег бы, избег бы страдания и показался бы воплотившимся призрачным. Ну, толкование короткое, потому что здесь, в принципе, все... Панигирик это неоправданное восхваление. Ну да, вот поэтому и говорится, что ты меня читаешь, панигирик, потому что я не достоин этого восхваления. Как бы лезть в то же время. Как синоним. Литературное восхваление, воспрепление. Наверное, закончим, да? Да. Благодарим Бога. Благодарим Бога. Достойно есть у кого истину, блажите Тя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херубин, и славнейшую без сравнения с Серафим, безыстрения Бога, Слово Родшую, сущую Богородицу Те величаем. Валентина, поблагодари Бога. Отец Небесный, благодарю Тебя сегодня, за сегодняшний день, что Ты меня удостоил принять тело Твоей, кровь, очень благодарю Господа, я недостойна. Благодарю Тебя и за занятия, Отец Небесный, как-то устроить, чтобы было, ну, поинтереснее, Господи, чтобы горели мы, не теплились, Отец Небесный, устрою, я Тебе доверяю все. Спаси всех нас, за кого я должна молиться. Спаси и помилуй. Разумляй нас, наставляй, Господи. Да будет все по воле Твоей, не как я хочу, а как Ты, Господь, пусть доводит. Валентина, прошу Тебя молись обо мне, и благодарю Тебя за ремарку, которую Ты сказал, что мы не готовимся. Действительно, я не готовился к занятию, так что прости меня ради Христа. Бог, прости. Пошли. Я обещаю. Ты правильно сказал, что не готовились. Раньше было интересно с Вами. Слава Отцу и Силу. Видите, будем настроить. А вообще,